Молдова! Молдова! Руки прочь от местной власти! Слышите против местной власти! Слышите против местной власти! И сегодня со всей ответственностью мы можем сказать, что в этом тандеме участвует и президент нашей страны Игорь Дадон. Сегодня мы собрались сказать нет этому тандему, что мы сегодня против любого изменения избирательной системы. Мы сегодня хотим освободить Молдову от этих негодяев. Но и синдем по бору! Но и синдем по бору! Но и синдем по бору! Я вас прошу, чтобы этот протест недоверия к центральной власти, чтобы он не остановился, потому что это наша свобода. За свободу, друзья мои! Свобода! 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 На этой встрече он обещал, что сразу, как станет президентом страны, мы уничтожим режим Плохотника в течение нескольких месяцев. Дадон предал всех нас, всех тех, благодаря кому он стал президентом во втором туре. Сегодня, когда полгода, многие эксперты, в том числе я, говорил о том, что Плохотнюку нужна смешанная система для того, чтобы сохранить власть в Молдавии на следующие 10 лет. Мы просили Дадона подписать бумагу, что он против любых изменений смешанной системы. Что сделал Игорь Дадон? Игорь Дадон выдвинул законопроект, который нужен Плохотнюку, тем самым ставит страну под угрозу, что режим Плохотнюка будет существовать в Молдавии в следующие 10 лет. Игор Дадону, к сожалению, достаточно сегодня фотографироваться на Красной площади, жить в Кондрице. Он отказывается от победы на парламентский выбор. Здравствуйте, свободные бельцы, здравствуйте, свободный север Молдовы. Это зона, свободная от режима Плохотнюка, сегодня здесь, у нас. О том, что Молдова является мафиозным государством, захваченным Плохотняком, уже знают, наверное, папуасы Австралии. Недавно, к сожалению, несколько месяцев назад, открыто к этому режиму присоединился президент Дадон с его партией социалистов. Дадон не собирается ломать созданную Плохотнюком систему. Он не хочет бороться за освобождение Молдовы от режима Плохотнюка. В перспективе он, наверное, думает, что займет место Плохотнюка, обхитрит самого этого координатора-олигарха. Но, как сказал Рената Георгиевич, все, кто пытался сотрудничать с Плохотняком, все очень плохо и печально закончили. Кто-то сидит в тюрьме, кто-то в бегах, кто-то уничтожен как политик. И эта же судьба ждет Дадона, если он не опомнится. Я знаю, что в городе Бельце во втором туре особенно выборов многие голосовали за Дадона. И наша партия, и я тоже призывали голосовать за Дадона. Мы думали, он действительно обещал нам всем, что он нас не подведет и что он уничтожит, будет бороться, по крайней мере, с этим режимом Плохотнюка. Он нас обманул, он нас предал. Как сказал наш председатель Рената Усатый, почему мы здесь собрались? Потому что мы не хотим, чтобы правящий режим во главе с Плохотняком и с нами, выбранным президентом Дадоном, изменили избирательную систему и обманули всех нас. Да, действительно, Дадон после первого тура выборов приезжал в Москву, где мы все были, и обещал вернуть Рената домой, вернуть его в Бельце сюда, чтобы он занимался городом, где вы все, мы все его выбрали. И он знает, как навести в город порядок. И навел в городе порядок. А все те, которые до сих пор воровали, и Рената им не дает дальше воровать, стараются всеми способами, всеми методами осудить, очернить, чтобы он не мог вернуться в Бельце. Мы не должны этого допустить. Мы должны требовать, чтобы Рената, пускай Дадон принимает прямое участие и возвращает, так как он обещал нам, в город, где за него проголосовали 70%, и город, где его ждут, и где он должен работать. Мы все знаем, вчера мы были в Камрате, вы не были, мы были в Камрате, где перед Новым годом, после президентских выборов, были выборы в народное собрание. Где один депутат шел по спискам от демократической партии, он сегодня председатель народного собрания. Все те депутаты, которые шли от списков, от партии социалистов, все за него проголосовали. Сегодня у них в народном собрании 35 человек, 18, большинство. Поэтому они хотят провести смешанную, одномандатную, чтобы потом по одному всех скупить и захватить власть. А нас с вами оставить в этой стране доживать. Уважаемые друзья, сегодня из страны уезжают сотни людей ежедневно. Сегодня плохотнику выгодно, чтобы все уехали. Сегодня им выгодно, чтобы закрывались школы, чтобы закрывались детские сады. Мы сегодня за то жить в этой стране, чтобы наша страна существовала как независимое государство. Чтобы мы никуда не уезжали, чтобы мы здесь работали и чтобы мы имели здесь право слово и власть должна быть за народом. Жост плохотнику! Жост плохотнику! Жост плохотнику! Жост плохотнику! Ва ботанцов! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 направленную на уничтожение населения и изгнание его за границу. Продолжается необоснованный рост тарифов, который ведет к дальнейшему обнищанию населения. Зарплаты и пенсии не хватает на самое необходимое. Обещанное повышение пенсии обернулось очередным обманом. Зато повышение возраста выхода на пенсию реально. Никто не борется с реальной коррупцией. Никто не собирается возвращать украденные из банков миллиард долларов. Подконтрольные режимы, силовые структуры и юстиция используются для зачистки политической оппозиции и переделав сфер влияния в бизнес. Центральная власть закручивает гайки в отношении местных органов власти. В первую очередь тех, где у руководства находятся представители оппозиции. Их лишают полномочий и ресурсов для решения самых насущных проблем людей. Водоснабжение, канализация, освещение, ремонт и строительство дорог, обеспечение школ, больниц, детских садов, борьбы с преступностью. Неугодных примаров и советников преследуют. Против них фабрикуются политически мотивированные уголовные дела. Их пытаются запугать и подкупить. Мы осуждаем политические репрессии, развязанные режимом против лидера нашей партии Рената Усатова, против Валентина Чемпоеша, Феликса Гринку, народных избранников и активистов от нашей партии по всей стране. Подобной антидемократической порочной практике должен быть поставлен конец. Мы требуем прекратить незаконные преследования лидера нашей партии, примара муниципия Бельцы Рената Георгиевича Усатова, закрыть все сфабрикованные против него уголовные дела, обеспечить ему возможность вернуться домой, нормально руководить примарием муниципия Бельцы и нашей партии. Мы требуем прекратить давление на местные органы власти, дать местным избранникам возможность нормально выполнять свои обязательности перед гражданами, которые их избрали. Мы требуем прекратить давление и саботаж по отношению к Бельцам со стороны центральной власти и ее представителей в муниципии. Мы говорим, нет тандема Плохотника-Додон, нет антинародной реформы избирательной системы. Мы призываем президента Республики Молдова Игоря Додона выступить за сохранение действующей системы избирания депутатов парламента, не поддерживать введение любой системы выборов, которая позволяет сохранить преступный режим Плохотнюка. Мы требуем проведения парламентских выборов в полном соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотренными для свободного и демократического волеизвлияния граждан. Мы говорим, нет росту тарифов и повышения пенсионного возраста. Требуем вернуть украденный миллиард, отправить в тюрьму реальных воров и коррупционеров. Наша партия остается подлинно народной партией, которая в сложных условиях захваченного государства и создание правящего тандема Плохотнюк-Додона продолжает борьбу за интересы людей, за освобождение Молдовы. Мы идем вперед. Победа будет за нами, потому что Сила в правде! Сила в правде!